28 лет со дня аварии в Припяти. Сегодня у памятного знака дончанам-ликвидаторам чернобыльской катастрофы собрались жители города и герои, которые в первые годы трагедии боролись с последствиями атомного взрыва. Открывал митинг реквием заместитель Донецкого городского головы Николай Волков. Представители духовенства провели обряд панихиды по погибшим. Семь тысяч пострадавших дончан и три тысячи героев-спасателей. В первый заезд был отправлен и 25-летний Игорь Ходосов. Шахтопроходчик по профессии провел в опасной зоне целый месяц. Наша задача была пройти тоннель под реактором через третий к четвертому блоку. Работали по три часа, восемь смен. Валентина Егоровна попала в Чернобыль на следующий день после взрыва. Сегодня ей 80 и она единственная женщина в Украине, которая получила золотую медаль Флоренс Найтигель за совершенный подвиг. Перевернулась машина. Надо было срочно оперировать. С Киева были врачи и меня забрали, потому что я владею хорошо переливанием крови. И меня забрали как хирургическую медсестру. Преподаватель Донецкого политехнического института был направлен в Припять для ликвидации аварии в 87-м году. Два с половиной месяца Валентин Кириллович возглавлял штаб батальона по специальной обработке. Делали очень многое. Во-первых, на этих работающих блоках проводили дезактивацию, чтобы создать соответствующие условия для персонала. Снимали плиты радиационные вывозили, асфальт, штукатурку сбивали в помещениях, новую ложили. Иногда по несколько раз, потому что все это пропитывается энергией. Полмиллиона жизней за 50 лет врачебной практики сохранила Валентина Трехлип. В первые дни после катастрофы женщина добровольно поехала в зону отчуждения спасать отважных ребят. Там страха не было. Там просто хотелось только помочь хотя бы этим молодым ребятам, которые не жалея себя. Это были герои, эти ребята. Но, к сожалению, как врачу, не всех удалось спасать. Спали мы по 2-3 часа. Самое большое в школе на полу без всяких матрасов, без ничего. Условий не было, но нам некогда было на это обращать внимание. У памятника тех, кто боролся с последствиями чернобыльской трагедии, дончане возложили цветы. Масштабная катастрофа 20 века навсегда останется в памяти миллионов. Татьяна Булатова, Станислав Савченко, Первый муниципальный.